всем привет сегодня мы с вами будем заполнять еще один террариум и как вы догадались название видеоролика для мадагаскарских тараканов что хотелось сказать немного о данных насекомых да это крупный тропический таракан один из самых больших тараканов в мире средний размер его досягает 6 6 5 сантиметров а иногда он вырастает длину до 10 сантиметров ну и возвращаемся к нашему террариуму на дно террариума я помещаю кокосовый субстракт также можно помещать опилки и листья я предпочтение дал все-таки кокосовому субстракту так как при содержании им необходима влажность 65 процентов 70 процентов при постоянном обрызгивании дам террариума мне кажется влажность будет лучше содержаться если дно террариума будет сделано с кокосового субстракта ну это мое личное мнение ваши варианты можете написать в комментариях под видео я с удовольствием почитаю после того как мы закончили с нашим дном дальше мы устанавливаем обязательно укрытие для наших тараканов они любят укрываться не быть на виду я использую кору дерево как вы видите небольшую корягу теперь мы начинаем рассаживать наших тарканов берем первого как видите это самец как понять что это самец на самцов ярко выраженные рожки спереди недооформленные конечно но немножко такие выпукости как рожки вот такой вот красавчик вот эти рожки семечко видите таракан данный момент всего лишь среднего размера еще он не достиг максимального роста ну что иди в террариум исследуй свое новое жилище думаю сейчас первое что он будет делать так это прятаться под корягу я был прав он туда залазит ну что будем доставать следующих не будем на этом останавливаться это у нас самка она немножко крупнее как вы видите также запускаем ее на штыряли прицепилась и не хочет сползать с пальца крепко взялась но все равно цепляем и пускаем наш новый террариум вперед так следующая девочка они самец я извиняюсь и хочу вам показать его поближе покрупнее чем все остальные спился вот такой красавчик и вот тоже мы отправляем террариум и остался у нас еще последний мадагаскарский таракан и это самец вы услышите как он шипит сейчас заставлю его еще немножко может еще раза шипит давай шипи он зашипел да это особенность этих мадагаскарских тараканов в том что они шипят ошибка то не так понимаю когда чувствует какой-либо опасность ну дальше хотел бы поговорить о содержании немножко чтобы хотел сказать основные сказать такие тенденции это таракану нужно тепло от 25 до 30 градусов это теплолюбивое существо а вот что касается света так все наоборот свет этим существам не нужен они больше любят темные места что касается питания я нарезал им яблок которых положу кормушки я использую кормление тараканов всегда или морков или яблоки так также можно использовать и белковую пищу то есть вареное яйцо белок или даже отварную грудку это все на ваше усмотрение также не нужно забывать и о воде я использую такую маленькую поилочку которую положил латку и и намочил изначально это делается для того чтобы поилки не утонули тараканы но честно сказать эти тараканы там вряд ли утонут также хотелось бы подчеркнуть что наш террариум нужно будет обслуживать то есть менять грунт раз в неделю если вам понравился наш террариум как понравился он плюши тогда ставим лайки подписываемся если хотели бы что-то добавить я с удовольствием почитаю это в комментариях под видео всего вам хорошего до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok